Чтобы грызть науки, необходимо правильно питаться. Улучшение организации и качество питания обучающихся являются важнейшими направлениями деятельности управления образования и находятся на постоянном контроле. Необычная дегустация в рамках областного семинара по организации питания в учреждениях образования на прошлой неделе прошла в средней школе номер 7 нашего города. Чем кормят учеников, узнала и съемочная группа ОКС-ТВ. В минувшем году в Беларуси и в частности на Сморгонщине стартовал пилотный проект, в ходе которого опробированы новые технологии приготовления пищи и принципы организации школьного питания. Во время эксперимента учащиеся протестировали около 500 блюд. 300 из них вошли в новый информационный сборник технологических карт, блюд и изделий. На семинар приглашены у нас как специалисты управления отдела образования, технологи районных центров, специалисты центра гигиены и эпидемиологии, для того, чтобы мы выработали единые подходы взаимодействия по совершенствованию качества питания. Показать новые подходы по разработке примерных двухнедельных рационов питания, порядочить работу технологов по отношению обучения работников пищеблока и скоординировать работу как управление образования районных центров гигиены и эпидемиологии и районных центров семинар нацелен на то, чтобы все-таки отработать вопросы разработки примерных двухнедельных рационов, расширить ассортимент. Если у нас ранее разрабатывался рацион и был только один комплексный обед, то на сегодняшний день порядка мы четырех в один комплексный обед вмещаем, расширяем и блюда, которые мы можем приготовить, и, собственно говоря, отрабатываем технологию приготовления с работниками. На сегодняшний день отрабатываются вопросы внедрения полуфабрикатов. Для растущего организма очень важно вовремя получать сбалансированное питание. Оно не только залог здоровья, но и хорошего настроения, что весьма и весьма необходимо школьникам. Формирование культуры питания начинается прежде всего в семье. И взрослые, и дети прекрасно понимают, что, находясь в школе по 5-6 часов в день, одним перекусом в сухомятку не обойдешься. Специалисты утверждают, что ребенок в учреждении образования обязательно должен получать сбалансированное питание. Особое внимание к качеству продуктов. Данный пункт на контроле у сотрудников профильных структур. Совместными усилиями мы можем добиться хороших, качественных результатов. Что здесь я имею в виду? Здесь, конечно, мы работаем в плане личной гигиены работников объекта питания. Это, в целом, материально-техническая база объектов питания. Потому что без хорошего современного технологического оборудования, без современных сегодня производственных помещений, невозможно приготовить качественное питание. Правила личной гигиены никогда никто не отменял. И это залог, прежде всего, здоровья как и самих работников объекта питания, так и непосредственно детей. Поэтому мы уделяем этому огромное внимание. Помимо этого, уделяем огромное внимание качеству самого питания. Переполненные столовые и пустые тарелки – это лучшая награда для поваров, которые готовят еду как дома, в прямом смысле слова – с любовью. В этом в минувшую пятницу могли убедиться все участники семинара. Еда пришлась по вкусу присутствующим. Некоторые из них даже признались, что данное меню намного вкуснее, чем было в их школьные годы. Вся продукция натуральная, она имеет ограниченные сроки хранения, потому что все компоненты натуральные пользуются спросом. Непосредственно кекс-личанка, то есть мы проводили мониторинг среди детского сегмента, кекс-личанка особо популярна среди детей. Также непосредственно вот эта сладость мучная, коржик лицкий. Не секрет, что угодить ребенку не так просто. Подводя итог мероприятия, можно смело утверждать, что за безопасность качества питания детей переживать не стоит.